ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российские водители зачастую не осознают все риски опасного обгона. Это видно из результатов опроса, проведенного госавтоинспекцией. Каждый четвертый респондент признался, что пойдет на небезопасный обгон, даже если в салоне его авто находится ребенок. Каждый третий ответил, что совершит указанный маневр в дождь, снег или в условиях тумана. Более 80% автомобилистов обгоняют тогда, когда им кажется, что машина впереди движется слишком медленно. Добавлю, что по данным ГИБДД в 2017 году в авариях, связанных с выездом на встречную полосу, погибли почти 5000 человек. Всего погибших 19088. ТРАССА СТО ОДИН Страховщики фиксируют рост фиктивных угонов авто. После получения компенсации злоумышленники, как правило, продают машины в страны Азии. Вот тебе и двойной навар. Чаще всего это фиксируется в столицах. Ну а что касается самых угоняемых легковушек в России в прошлом году, то это Хёнде Солярис, Киа Рио и Тойота Камри. ТРАССА СТО ОДИН Портал Автору решил выяснить, спустя какое время россияне избавляются от приобретенных в салонах новеньких автомобилей. Самыми скорострельными оказались владельцы Jaguar в среднем уже почти через три года. Далее идут марки Porsche и Mercedes-Benz через три с небольшим года. Китайцы LeFan, FAW и Geely замыкают первую пятерку. Ими после покупки у дилера пользуются в среднем от трех с половиной до четырех лет, а потом продают. Средний срок владения новой Toyota и Volkswagen четыре с половиной года. Lada 5 с небольшим лет. ТРАССА СТО ОДИН Стартовал прием заказов на компактный спортивный кроссовер Jaguar e-Pace. Начальный ценник 2 миллиона 544 тысячи рублей. Машина считается конкурентом BMW X1 и Audi Q3. Предлагается она с одним из пяти вариантов моторов мощностью от 150 до 300 лошадиных сил. Все комплектации имеют полный привод и автоматическую трансмиссию. Стандартные оснащения входят подогрев лобового стекла, руля и передних сидений, функция запуска мотора со смартфона, подушка безопасности для пешехода и так далее. Жители Калуги заманивают на избирательные участки 18 марта возможностью выиграть новенькую Lada Priora. Об этом договорились администрации города и один из автосалонов. Чиновники говорят, что искренне заинтересованы в высокой явке. Причем голосовать калужане, как и мы, кировчане, будут и за президента, и за общественные территории, которые надо благоустроить. Кстати, автоваз в этом году снимет Priora с производства. Машина стоит сейчас минимум 415 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.